Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода и Джедима. Канал Мода и Красоте также об умном шокинге. Но тема сегодняшнего видео по традиции, ежедневная тема моих видео, это минимализм. Сегодня я расскажу вам об одной ловушке, в которую могут попасть очень многие, и в которой, я думаю, многие мои зрители предполагают, что я нахожусь достаточно давно, потому что тут уже примерно на протяжении полугода я получаю комментарии, которые сейчас я и прокомментирую. Скоро выйдет видео, я думаю, что зрители, которые внимательно смотрят мой контент, не пропускают видео, узнают объект слева от меня, узнают вазочку слева от меня. Скоро будет видео, которое я выпишу в рамках расхламления, но я расскажу о том, с чем я готова была расстаться, и все-таки не рассталась, но не потому, что меня остановил муж, как часто бывает, а потому, что я сама под другим ракурсом посмотрела на те вещи, которые я готова была выбросить. И тема сегодняшнего видео о той ловушке, о которой я буду рассказывать, это как не скатиться в некую убогость, практикуя минимализм, веря в то, что это философия, как некая концепция, которая помогает нам жить более комфортно, как не скатиться в некую убогость, как было написано мне в одном из комментариев, как, скажем так, в эту ловушку действительно не попасть. Но когда я готовилась к этому видео, и планировала его записать, и все сложилось в пазл, как раз после последнего комментария про убогость, как в нее не скатиться, как до нее, как менее оказаться, я как раз-таки думала несколько о другой ловушке, в которую могут попасть очень многие, в которую я, к счастью, не попала, но, опять же, я, скорее всего, в нее не попала, не потому, что я вот такой минималист до, скажем так, корней волос, не потому, что я минималист, который практикует очень долго минимализм. Я, скорее всего, в нее не попала просто в силу своего возраста. Мне 38 лет, и многие, кто видят мой контент впервые и не знают, сколько мне лет, предполагают, что я несколько моложе. Поэтому я не оказалась в ловушке минималистов, в ловушке минимализма, просто потому, что мне, скажем так, Так уже мой жизненный опыт помог. А ловушка очень проста. Я думаю, что очень многие минималисты, когда начинают расслабляться, когда начинают практиковать минимализм, попадают в ситуацию, когда у них появляется некий спортивный интерес, когда им интересен минимализм ради самого минимализма. И по большому счету в одном из своих видео я как раз таки говорила, что очень часто людей к минимализму приводят помимо эстетики, помимо экономии, помимо удобства и так далее. И также некий соревновательный дух, который они чувствуют, и некая, скажем так, манера проверить себя. А насколько я могу быть минималистичным? А вот сколько я еще смогу, избавившись от этого количества вещей, жить в комфорте, либо до какого некомфорта я могу дойти и так далее. То есть у каждого, скажем так, свой спортивный интерес, свой финиш, своя цель, которую тот или иной минималист видит. Но я думаю, что очень многие как раз таки попадают в эту ловушку достаточно уже прогрессивного минимализма, достаточно уже глубокого понимания этой философии, как прежде всего философия непотребления. И на самом деле очень часто теряется суть минимализма, потому что суть минимализма — это, конечно же, наш комфорт. Я вообще считаю, что суть жизни человека — это научиться быть счастливым и в итоге прожить свою жизнь максимально счастливыми людьми. И, к сожалению, я, как много раз говорю, мы являемся поколениями, а также дети, скорее всего, наши будут поколениями людей, которые не могут ощутить просто то, что им нужно. И уж тем более гораздо сложнее ощутить, что тебя делает счастливым. Так вот, цель эта, она, что называется, теряется. И замещается другой цель вот неким спортивным интересом. А сколько я смогу? А сколько я еще смогу? И насколько я буду минималистичным? Но вернемся к теме, также к комментарию про как не скатиться вот в некую убогость бытия, в некую убогость быта, в некую вообще убогость существования, когда ты постоянно, как было написано в одном из комментариев, режешь тряпочки для того, чтобы отказаться от ватных дисков. Сейчас я покажу вам еще одну свою находку. Безусловно, для кого-то это будет находка, для кого-то нет, даже для многих минималистов такая вещь покажется совершенно бесполезной. Я не выбросила лямки от купальников, которым традиционно не пользуюсь. Я делала обзор на купальники, многие могут узнать, что, конечно же, это от синего, голубого моего нового купальника. И это бандажный купальник. Традиционно я никогда не ношу лямки, они мне не нужны. Две лямочки шли в комплект. И это резинка для волос, которую я покупаю. Четыре резинки стоят 5 евро. Самая обычная какая-то ткань, нарезанная по кругу и, в общем-то, сшитая. И что я сделала, точнее, что я заметила? Я заметила, что эти резинки у меня, которые я покупаю, они очень сильно растянулись. И я очень долго готовлюсь к видео, просто потому, что я свой хвост, свою гульку завязать не могу. Мне вот такого объема в два раза сложного для моих тоненьких волос очень много. Гулечка моя спускается, и мне нужно в три раза оборачивать. Это очень туго в три раза. И вообще, я на самом деле только и делаю, что 15 минут свои волосы пристраиваю так, чтобы видео записать. И, в общем-то, мне попалось на глаза, маленький пакетик попался на глаза, вот с такими лямками. Я подумала, боже, да я сейчас же отрежу себе ножницами и завяжу сам обычный узел, и сделаю тот диаметр, который мне нужен. И в итоге я это сделала для одного видео, а потом нарезала себе с десяток таких самодельных резинок. То, что здесь завязан узел, меня совершенно не смущает, потому что его не видно. Чему я все это рассказываю? Потому что, действительно, в некую убогость бытия скатиться можно, если бы не одно «но», которое, наверное, каждый, кто занимается теми или иными переделками, теми или иными экономиями, тем или иным сохранением природы, как в данном случае. Посмотрите, у меня какая прекрасная ваза получилась из пластики, которая, возможно, и нельзя пустить на переработку, потому что не всю пластику можно переработать. Так вот, если мы совершенно четко понимаем, зачем нам это нужно, и что нам вот так удобнее, с моими тряпочками, которые я режу из огромного количества детских футболок, которые я не могу подарить, не могу продать, потому что мы уже в таком состоянии, что не пойдут никому, даже даром никто не захочет их взять, я режу маленькие кусочки ткани квадратные и ими стираю макияж. Могу сказать, что это крайне удобно, в особенности для такой помады стойкой. Я стираю ее сразу, как заканчиваю записывать видео, наношу масло. Опять же, кто снимает макияж маслом, имейте в виду, что наносить масло на кусочек материи гораздо проще. Масло тут же впитывается, в то время как на ватном диске оно растекается. Я даже говорила, что один из лапфхаков, это сложить два диска ватных, чтобы стирать макияж с глаз, потому что если масла будет очень много на ватном диске, оно попадет вам в глаз, возможно попадет вместе с тушью, вместе с косметикой, и будет неприятно, будет покраснение, будет даже щипать. Так вот, с материи этого не происходит, очень быстро впитывается, и самое главное, все, кто снимает макияж такой стойкий с губ, либо с ресниц, стойкую тушь носит, знают, насколько хорошо нужно потереть, чтобы все удалить, и знают, что ватным диском сделать это невозможно, ватный диск начинает расслабиваться, с материи этого не происходит, поэтому для меня вот это нарезание тряпочек, это то, что я буду делать, наверное, всю свою оставшуюся жизнь, и возможно даже какие-то футболки не очень заношенные, когда у меня будут заканчиваться мои тряпочки, я буду пускать на такие тряпочки, потому что для меня это мега суперудобно, так же как в случае вот с такой вот резинкой самодельной, которую, ну, на самом деле, можно сделать из детского носка, можно сделать, да и из чего угодно ее можно сделать, и если, скажем так, ты совершенно четко понимаешь, что вот сделав вот так, тебе будет удобнее, мне кажется, речь не может идти ни о какой убогости, речь идет о неком комфорте, безусловно, риск всегда есть, грань очень-очень тонкая, но это, наверное, как и в любом вопросе, неважно, касается это минимализма, либо касается это питания, либо касается это чего угодно, аскетизма и так далее, безусловно, есть риск в определенную, скажем так, в определенную грань, за определенную грань заступить, но опять же, если мы совершенно четко знаем, А минимализм, он прекрасен как раз таки тем, что учит очень многих понимать и чувствовать, что им нужно. Одна моя зрительница прекрасно написала в комментарии к видео про общение, что когда ты начинаешь понимать определенные вещи, когда ты начинаешь понимать, откуда они берутся, тебе становится неинтересно обсуждать какие-то вещи со своей подружкой, потому что это переливание с пустого в порожнее. Ты и так знаешь, почему это происходит, ты и так знаешь, откуда это берется. Поэтому действительно минимализм, он учит прежде всего пониманию, что конкретно тебе нужно. Я могу совершенно точно представить, что кому-то вот это не нужно, а мне очень даже нужно. Для меня это вовсе никакая не убогость, для меня это некий повышенный комфорт, который я могу получить, благодаря тому, что я научилась определенных вещей не стыдиться, не стесняться, благодаря тому, что я научилась на определенные вещи смотреть с непривычного для меня ракурса. Желаю вам прежде всего иметь вот эту свободу выбора, свободу выбора, которая не продиктована нам теми стереотипами, которые зачастую диктуются маркетингом и рекламой. А конечная цель маркетинга и реклама – это обогащение тех, кто эту рекламу, кто этот маркетинг заказывает. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!